Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынковых компаний Zikminus и я, Артур Изиатур. ФРС наконец просимовывал уроку помощи корпоративному рынку облигаций, прикупив первую порцию активов на 305 миллионов долларов. Показали данные по балансу Центрального банка, опубликованный в четверг. Здесь мы заглянем в этот еженедельный апдейт. Мы можем видеть, что увеличение именно корпоративных бумаг, корпоративных облигаций или ETF или корпоративных облигаций напрямую увеличились на 305 миллионов долларов на неделю оканчивающейся 13 мая. Общее число активов на баланс составляет уже 7 триллионов долларов. Судя по всплеску объемов, покупки федеральной лидерной системой корпоративных облигаций начались во вторник. Этот кредитный механизм является частью экстренной программы выкупа активов, признанной смягчить последствия коронавирусного шока для экономики и финансовых рынков США. Если мы говорим об идее внедрения данного кредитного механизма, то есть зачем ФРС скупать корпоративные облигации, то здесь идея проста. Если коммерческие банки будут знать, что на вторичном рынке долга существует гарантированный покупатель, то они будут охотнее кредитовать компании, то есть покупать их долги, чтобы потом их перепродать на вторичном рынке. Здесь важны скорее не покупки сами ФРС, а именно потенциал покупок, то есть это сигнальная функция. Если банки будут знать, что они смогут продать долг компаний, то они будут более охотнее, более активнее кредитовать компании. Это собственно и есть идея внедрения данного механизма, по сути дать сигнал банкам, кредиторам, что напряжение на вторичном рынке корпоративного долга, даже если оно возникнет, оно будет быстро подавлено со стороны ФРС. Кроме того, низкие ставки в предыдущие десятилетия резко стимулировали инфляцию корпоративного долга в США. Если мы посмотрим на то, как изменялся корпоративный долг от десятилетия к десятилетию, то видно, что за период с 4 квартала 2001 года по 1 квартал 2008 года прирост корпоративного долга составил 1 триллион долларов, но с 3 квартала 2009 года по 1 квартал 2019 этот период составил уже 3,5 триллиона долларов, то есть увеличился в 3 раза. Если вспомнить, что каждое обязательство это чей-то актив, это значит, что у кого-то на балансе, у держателей долга, 3,5 триллиона активов. Если возникнет всплеск ставок на корпоративном рынке, если они начнут расти, это значит, что долг начнет обесцениваться и, следовательно, будут обесцениваться и активы на балансе у этих держателей. Если будем считать, что держат долги на балансе, прежде всего, банки, да, это будет означать обесценение активов именно коммерческих банков, это уже, собственно, рост системного риска, который ФРС также пытается сдерживать. Прирост корпоративного долга за период 2009 по 2019 год, вот это 3,5 триллиона долларов, как раз таки, как я уже сказал, пришелся на... возник вследствие того, что ФРС активно снижала ставки, это стимулировало компаний наращивать долги. Сам факт того, что на рынке корпоративного долга будет присутствовать гарантированный покупатель в виде ФРС, это оказало сильный стимулирующий эффект при объявлении этой информации на фондовый рынок, что, возможно, объясняет дивергенцию фондового рынка с реальным состоянием экономики, которое мы наблюдали в апреле. Что касается уже совершенных покупок, то ФРС, скорее всего, уже два дня скупал корпоративные облигации. В вторник, данные за вторник у нас отобразились в этом отчете, данные за среду еще нет, данные о покупках появятся на следующей неделе, мы будем их также анализировать. Что касается данных о компании, о названии компании, то есть, какие бумаги покупает ФРС, они будут раскрываться в федеральной газированной системе раз в месяц. Критерии, естественно, известны в общем, но неизвестны конкретно. На неделе, оканчиваясь 13 мая, активы на балансе ФРС увеличились, как я уже сказал, до 7 триллионов долларов и продолжают расти. На сегодня я все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся сами в понедельник. Продолжение следует...